Добро пожаловать на канал Минке! Сегодня я хочу от начала до конца разобраться в ситуации с Вон Хо из Монста Экс. В этом видео вы узнаете, зачем человек, который так сильно хотел дебютировать, ушел из группы, почему в людях столько говна, чем занимался Вон Хо в прошлом и какого хрена банят аккаунты в Твиттере. Видео будет длинным, поэтому запасайся вкусняшкой и приготовься слушать. Ну а перед тем, как начать, на канале вышла теория о Монста Экс по их клипам. Обязательно после этого видео посмотри теорию. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь погнали! Я очень долго готовилась к этому видео. Не хотела все снимать, как только все это началось, потому что на протяжении целой недели столько выходило информации, что можно было снимать видео просто каждый день. Но тогда бы не было цельной картинки, поэтому сегодня 13 число, и сегодня я готова все вам рассказать от начала до конца. Как бы эта информация сейчас не разлеталась по всему интернету, особенно если вы кейпоперы, сидите в пабликах, ну прям очень трудно об этой новости не слышать. Но я все равно хочу все по порядку рассказать, как все было, поэтому внимательно слушаем. Все началось с того, что некие две особы, имен которых я не особо хочу произносить, но придется. Это Сохи и ее подружка Даэн, которые начали распускать грязные слухи о Вон Хо. Даэн обвинила Вон Хо в том, что он ей должен отдать долг. Естественно, Вон Хо не понял, в чем прикол, и никакой долг не собирался отдавать. После подключилась с пеной у рта Сохи и выдает, что у Вон Хо дерьмовое прошлое. Что он сидел в тюрьме, это она написала в своем твиттере. Я знаю, что ты сделал в 2008. Сувонский центр задержания по особым обвинениям. Я еще даже не начала. Разве пребывание в этом центре не делает тебя заключенным? Якобы Вон Хо сидел за воровство в несовершенном летнем возрасте. После чего нитезены, естественно, начали рыться и накопали фотографии с Вон Хо, когда он участвовал в каком-то шоу поколения Ольджан до дебюта. На фото видно, что Вон Хо часто ходил по клубам, выпивал и курил, будучи подростком. Эти фотографии подлили масло в огонь, из-за чего нитезены начали критиковать всю группу и их агентство в целом. Вот такие комментарии пишут в их сторону. Фанаты Монста Экс отратительны, считают, что их любимчики бесценны и пытаются оскорбить других артистов. Что он сотворил со своим лицом? Он выглядит совершенно по-другому. Какой ужас! Терпеть не могу людей, которые пытаются скрыть свое прошлое. Они пытаются все скрыть, когда дебютируют. И все из-за фанатов. Ненавижу. Вот поэтому и группу все время критикуют. Из-за него ненависть льется и на других мемберов. Не успели дебютировать, как уже этот парень портит им репутацию. Меня до сих пор удивляет тот факт, что все те, кто пишет подобные комментарии, сидят самые настоящие ангелы. Которые не курят, не пьют, не ходят по клубам. Особенно, да, поверю я, корейцы, которые любят потусить, не ходят по клубам. Угу. Как же это бесит. Тем более, это было до дебюта. И тот факт, что Вон Хо действительно делал что-то плохое в прошлом, по типу курил, пил, отрывался, не делает его плохим человеком. Все мы с вами, люди и многие из нас в подростковом возрасте делали или делают всякую хрень. И когда люди становятся взрослее, они понимают, что сделали хрень. Ну или же, к сожалению, не понимают. И продолжают проживать бессмысленную жизнь. Вон Хо в своей записке так и написал. Было время, когда я был незрелым и совершал маленькие и большие ошибки. Однако, после того, как я стал трейни и дебютировал, я упорно трудился и делал все, что было в моих силах. Чтобы мне не было стыдно за самого себя. Поэтому, если вы после того, как услышали что-то подобное о человеке, и отворачиваетесь от него, говоря, что таким, как он, делать в индустрии просто нечего, вы делаете поспешные выводы. Немножечко отойдем от тем, потому что у меня была похожая ситуация, когда я разочаровалась в одном айдоле и отказалась от него. Если кто помнит, мне безумно нравился Тейон из NCT. Эй, где Тейоша? Где, 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 где Тейоша? Я пока что только его в лицо знаю. Тейон, 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 я тебя вижу! Тейоша! Тейон! Тейон! Спрячься не надо! Если вы заметили, я резко перестала о нем говорить, потому что я узнала, что в прошлом он кидал людей на деньги в интернете, тем самым зарабатывая. Меня просто накрыло, и мне не был приятен этот человек. Хотя мне безумно нравилось и нравится, как он танцует, читает рэп, и он красивый. Меня очень сильно смущало то, что он дурил людей. Но при этом это было только мое мнение, которое даже у себя в инстаграме об этом не говорило. И уж тем более поливать его говном в интернете нет. Таким я не занимаюсь. Как бы за все его грехи будет судить его Бог, а не мы с вами. Но позже я поняла, что нельзя так быстро ставить крест на человеке. Ведь мы не знаем, почему именно так он поступил. Может, по дурости, или же была на то причина. Ведь опять же повторюсь, мы все люди, а люди совершают ошибки. Я много думал о тех возмутительных и разочаровывающих вещах, которые я делал до дебюта, когда был моложе. Даже сейчас это все, о чем я могу думать. Я не могу просто выкинуть это из головы. Я знаю, что должен был рассказать об этом раньше. Я хочу искренне извиниться перед всеми, кому навредил, когда был незрелым, бездумным и невнимательным. Сейчас я должен работать усерднее. Я буду хорошим человеком, чтобы я мог быть честен перед другими участниками. Я просто должен это сделать. Наверное, мне теперь будет сложно кому-то понравиться. И я благодарен людям, которые, несмотря на эту ситуацию, все еще любят меня. Я также благодарен участникам группы за то, что они поняли меня. Поэтому мне немножко стыдно за себя в прошлом. И я сделала вывод, что да, так не нужно было думать. И вас призываю хорошенько подумать, прежде чем кого-то оскорблять. Или делать о нем какие-то выводы. Я понимаю, что у каждого есть свои рамки. И они у меня тоже есть. Но я не думаю, что человек, который, не знаю, обманывал людей в прошлом, на деньги бросал их, короче. Или там, не знаю, воровал. Или же... Я буду запикивать вещества те самые. Поэтому, чтобы меня YouTube не забанил. Я думаю, у каждого человека, который совершал в прошлом ошибки, есть второй шанс. И в конце концов, он же не котиков насиловал. Я надеюсь. По словам одной девушки, которая работает с Таффом в таких шоу, как «Мама» и «Кейкон», она написала огромный пост, интересный пост у себя на страничке Weibo. Она написала этот пост после того, как она узнала, что Вон Хо покинул группу. Давайте посмотрим, что она написала. Впервые я встретила Вон Хо во время прошлого Рождества. Я была в шоке от того, что узнала кого-то, кто является таким хорошим в этой индустрии. Он не пьет и не курит. Он никого не знал, поэтому сел в уголке рядом со мной. И мы начали разговаривать. Он тихонько болел за меня, пока я играла в игрушку. Он сказал мне, что ни разу за последние 4 года не пил алкоголь и практически не ходил ни в какие места. Как говорят люди, ему было запрещено делать это после дебюта. Как минимум, я увидела, что на данный момент он является не таким человеком. Сегодняшние новости очень сильно заставили меня грустить. Разве человек, который так изменился, должен сталкиваться с последствиями прошлого? Я помню, как он сказал, что его расписание было настолько загружено, что он едва мог дышать. Начиная от мирового тура и до возвращения в Корею. Компания дала им один день запаковать чемоданы, чтобы отправить их в очередное заграничное путешествие. Лично я думаю, что это очень утомляет. Я просто очень сожалею. Я встретила так много айдолов, но ни одного с таким хорошим поведением, который жил бы так просто и счастливо. Начиная с этого дня, мы потеряли одного очень доброго человека в этой индустрии. Таких, как он, сейчас очень сложно найти. Вот как сказала девушка, таких, как он, сейчас сложно найти. Ведь это правда. За вот эти вот 4 года, которые я прям активно вникала в кей-поп, столько повылазило скандалов с айдолами. Это просто пипец. Да, что там уже говорить, даже моя самая первая и любимая группа FT Island, она даже в это затянулась. Как вы знаете, там один участник покинул группу. О май гад! И это снова повторяется, уже с Monster X. За что? Просто за что? Ну и естественно, диспатч решил выпустить статейку. Где было написано, что по прибытию из Германии в аэропорту Ньчхона Вон Хо поджидали, чтобы взять тест на н**тики. Вы спросите, какого хрена и что вообще происходит? Это произошло после того, как диспатч опубликовал материалы, где утверждает, что в октябре 2013 года Вон Хо покупал и к**л ее вместе с Даэн. Якобы они были пойманы за этим занятием Чо, бывшим директором МД клуба Burning Sun, который сейчас заключен под стражу. Кроме того, диспатч заявляет, что его репортеры посетили Чо в тюрьме, чтобы подтвердить информацию о Вон Хо, Даэн и... И тот вспомнил, что Даэн называла имя человека, с которым курил м**ть, хосок, настоящее имя Вон Хо. Полиция собрала команду по расследованию этого дела. Диспатч объявил, что в конце сентября 2019 года Monster X возвращались в Корею после концерта в Германии. Одна из команд по расследованию дела ожидала Вон Хо в аэропорту Инчхон. Они взяли пробу его волос, чтобы провести тест на н**тике. Но никакие результаты теста нам неизвестны. Полиция говорит, что происходит внутреннее расследование и тому подобное, бла-бла-бла. После высера диспатча Starship выпускает заявление. Здравствуйте, это Starship Entertainment. Что касается отчета, опубликованного 1 ноября, багаж и тело Вон Хо действительно были осмотрены в аэропорту после возвращения с концерта в Германии в сентябре 2019 года. Но тогда нам сообщили, что это просто таможенный досмотр. Мы не были уведомлены о расследовании. И нам вообще не было известно о том, что Вон Хо находится под следствием. О подозревании в употреблении марихуаны в 2013 году. И о том, что расследование продолжается. В связи с этим делом было принято решение, что мы больше не можем поддерживать контракт с Вон Хо. И расторгаем его с 1 ноября 2019 года. То есть, с 31-го Вон Хо написал записку о том, что он уходит из группы. 1 ноября Starship расторгает контракт с Вон Хо, потому что они якобы не знали, что он принимал нах**ки. Интересно, конечно. Херней пахнет. Я даже не знаю, что сказать, ребята. Нас кормят тем, что мы видим. А что там происходит на самом деле, хер его там знает. Я даже не знаю, что сказать. Где-то я видела информацию о том, что на самом деле клуб, в котором они курили, в 2013 году, его еще не было. Он открылся в 2018, а закрылся в 2019. Также вполне возможно, что это все делается для того, чтобы прикрыть чью-то мерзкую задницу. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Я очень сильно напряглась, когда диспатч выложил вот тенту фотографию, где сидит та самая ДАИН. Херин. Злости не хватает просто. И посмотрите, что находится за ее спиной. Там фотографии участников. Неужели эти... Я уже не знаю, как их назвать. Составили целый план по уничтожению Монста Экс. Там и Шону, которого они тоже успели зацепить. Но, слава богу, все быстро разрулилось. Ссылочку на статью о Шону я оставлю в описании, если вдруг вы не в курсах. Видимо, ребята воспользовались либо фотошопом, либо какой-то программой, чтобы было более четче видно. И там виден Хён Вон и Ки Хён. Когда я увидела Ки Хён, у меня просто приступ случился тройной. Серьезно говорю, я чуть не умерла на месте. Они еще пишут в инстаграме, что... Монбэбэ, идите нахер. Мы здорово повеселились. Так же они написали? Да. Что я могу сказать? Посмотрим, кто еще пойдет нахер. 4 ноября старший выпустил заявление о том, что они будут принимать юридические меры, направленные против распространения ложной информации, злоумышленной клеветы и деформационных постов в сторону наших артистов. Были обнаружены подозреваемые в написании всех этих злоумышленных постов. Их личности идентифицировали, некоторых уже давно привлекли к ответственности. Ожидается, что всем подозреваемым будет вынесен соответствующий приговор, вслед за которым последует наказание. Хочется верить в то, что Старшип действительно возьмется за этих дурочек и накажет их. Очень печально, что это произошло именно с нашими парнями. Вы видели их на своих выступлениях, когда они танцевали без вонхо? Посмотрите, как похудел Шону. Вы представляете, в каком стрессе они были? Для Минхёка это был не самый лучший день рождения, что в принципе он и писал в фан-кафе. Но все равно он был благодарен за поздравления от Монбебе. Благодаря этой неприятной ситуации я увидела фандом с другой стороны. Монбебе изо всех сил показывали, насколько они любят этих семерых парней. Что они только не делали. Они очень долгое время держались в актуальных в Твиттере и до сих пор не бросают это дело. О твитах мы поговорим немножечко позже. Более 450 тысяч человек подписали петицию. Монбебе собирали деньги и покупали рекламу, чтобы как можно больше людей узнал об этой ситуации и принимали участие. И наши русские Монбебе сделали такое замечательное видео в поддержку Вон Хо. Монбебе, спасибо, что вы так показали свою любовь. Вы большие молодцы. Так, насчет твитов тут вообще какая-то непонятная ситуация. То есть получается Монбебе веселье несколько дней в топе, в актуале. И нашим хэштегом кто-то начал воспользоваться. Какие-то левые уродцы, которые... Ага, этот хэштег выведет меня в ленту, поэтому я им воспользуюсь. И короче, видимо, кто-то пожаловался. И получается аккаунты, которые постили эти твиты, или же сами твиты, их просто удаляли. А аккаунты блокировали. Допустим, я в свой аккаунт не могу зайти. Извините меня, какого хрена? Я слышала такую информацию, что якобы Монбебе охерели висеть столько в топе. Какого хрена? Давайте их подчистим. Поэтому Монбебе меняют часто хэштеги, чтобы их аккаунты не банили. Помимо того, что они меняют хэштеги, они еще и чередуют аккаунты. Вот допустим, на одном аккаунте один хэштег, на другом другой. И потом снова меняются новые хэштеги, и так наоборот. Короче, это целая возня, блин, серьезно? Какого хрена? Многие Монбебы продолжают бороться за Вонхо, чтобы он вернулся в группу. Но я не думаю, что он вернется. Там уже все давно решили. Им так выгодно, наверное. И никого они не собираются возвращать. Как бы грустно это ни звучало. Вы можете говорить, что я опустила руки. Но это не так. Просто в нашем мире люди, которые просто сидят в интернете, ничего не решают. Понимаете? За нас там уже давным-давно все решили. Но в любом случае, давайте не будем биться в истерику, если вдруг на всякий случай Вонхо не вернется. Так и не вернется в группу. У нас еще есть шестеро ребят, о которых нам надо позаботиться. И им нужна наша поддержка. В любом раскладе, даже если он не будет с ними, все равно Вонхо остается седьмым участником Монстер Экс. Все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мои соцсети. Там мы с вами сможем пообщаться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пишите свои мысли в комментариях. Увидимся. Пока. Эй, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал Минке, поставить лайк и написать ништяковый комментарий. А также обязательно посмотрите другие видео Лисаран. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok